13-летнюю девочку на самокате сбили в Абакане. Накануне днём на улице Чертыгашево водитель Hyundai Solaris при повороте направо не пропустил пешехода на зебре. Стоит отметить, что и школьница нарушила правила, что наехала по пешеходному переходу на самокате, не спешившись у пострадавшей ушиб коленного сустава и ссадины. А в Черногорске в ДТП пострадал мотоциклист. На улице Линейная водитель Джак не предоставил преимущества рулевому мотоциклу Honda. 28-летний парень упал с двухколесного транспорта. К счастью, он отделался только рванами ранами ног. По факту ДТП проводится административное расследование. Куры и индюки погибли при пожаре в селе Новомихайловка Алтайского района. Там загорелась надворная постройка. Первыми к месту вызова прибыли сельские добровольные пожарные. Открытый огонь удалось потушить спустя 34 минуты. В огне погибли 13 птиц. К возгоранию привело замыкание проводки. Также в минувшие сутки спасатели ликвидировали крупный пал травы. Горела степь вдоль дороги Абакана-Забурак в Абаканском районе. Фронт огня составил 2 километра. Ликвидировать пал помогали добровольцы из ААЛа Сапогов и пожарная команда войсковой части. Домашний арест на 2 месяца. Такую меру пресечения сбрался в Нагорский городской суд подростку, который сбил другого мальчишку битой. 15-летнего юношу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстнику. По версии следствия, подростки повздорили из-за меча. Во время конфликта один из мальчиков ударил другого битой по голове. Вкольнику причинен тяжкий вред здоровью. У него черепы маковой травмам. За данное преступление законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Суд отправил мальчишку под домашний арест на период следствия. Известно, что обвиняемый состоит на профилактическом учете за мелкое хулиганство. Также на учете в ПДН состоит и семья несовершеннолетнего. Факты мошенничества при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выявлены сотрудниками Управления ФСБ УХК-7. Установлено, что два руководителя хозяйствующих субъектов причастны к хищению бюджетных 5,5 млн. рублей. Они внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.